В среду прошло первое заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи в Тверской области под руководством губернатора Игоря Руденя. Главный вопрос на повестке дня, как организовать работу молодежных организаций, а также обсудили деятельность верхнего же новой организации, которая получила название «Движение первых». И тему продолжит наш корреспондент. Инициатива молодежи в 2022 году о создании нового объединения «Движение первых» поддержал президент Владимир Путин. Он же его, как известно, и возглавил. В Верхневолжье уже создано региональное отделение, а в районах области на базе учебных заведений еще 114. Члены «Движения» 12 апреля стали участниками праздничного массового мероприятия, организованного в историческом парке «Россия. Моя история». Мы в «Движении» всегда в «Движении». Один из членов «Движения» – президент сельской школы Илья Осипов. Молодой человек сразу же вступил в ряды первых. В школе около 300 учащихся, по словам юноши, и почти треть из них уже стали участниками нового объединения. Само по себе движение – это объединение всех детей и молодежи. И они выполняют общие коллективные задачи. Как общественные, социальные какие-нибудь, так и бывают личные. Определены 12 направлений деятельности организации в Тверской области. Среди них историческая память, волонтерство, спорт и другие. Пополнить ряды первых могут дети от 6 до 18 лет. В том числе вступать могут и целые коллективы. Например, юноармейцы. Участие в объединении даст ребятам дополнительные возможности для самореализации. Сейчас то, что происходит и меняется в молодежной политике России, можно говорить даже в общем, это очень важно, потому что дети сейчас стали очень амбициозные, очень креативные, занимаются проектной деятельностью. И для них такое движение является толчком к большему развитию. Это кадровый лифт, кадровый резерв. В Тверской области около 170 тысяч школьников. Это потенциальные члены нового движения. Кроме того, важна поддержка государства и главы региона, отметил лидер Тверского движения первых Антон Гончугов. Мы не событийно, а системно подходим к делу, что Игорь Михайлович, наш губернатор, активно включается в повестку. Это очень радует. И то, что мы и наши движения, наша деятельность находятся на стрее событий в регионе, это очень здорово, это очень важно. Результатом деятельности движения должно стать формирование у подрастающего поколения традиционных ценностей. В Твери состоялось первое заседание Координационного совета, посвященное теме молодежных объединений. Провел его глава региона Игорь Руденя. Губернатор отметил, что в этом деле важно исключить формализм. Мы с вами говорим о системе мотивации нематериальной, потому что всё, что мы видим, слышим, читаем, всё призывает к успеху в определённой плоскости. А то, что предложено поддерживать нашим президентом, это вещи личностные, государственные, это вещи с неприходящими ценностями, потому что это действительно наша жизнь, наша судьба, это судьба нашей страны и перспектива развития нашей Родины. Кроме того, глава региона считает, что в работе с молодёжью ещё важна опираться на опыт предыдущих поколений. Так, в состав Координационного совета входит Владимир Суслов, активно участвовавший в своё время в создании и продвижении комсомольской организации. Надо сейчас активно работать с различными категориями молодёжи. Не обязательно изобретать что-то такое, ну так сказать, сверхординарное. Уже многие формы работы складываются. Есть движения различные среди студенчества, среди школьной молодёжи. Надо это поддержать, поддерживать. Игорь Рудени также подчеркнул, необходимо организовывать работу наставников, которые будут ориентиром для ребят. Таким примером, по мнению губернатора, могут быть участники специальной военной операции, вернувшиеся из зоны боевых действий. Своим личным примером от ваги и мужества они определяют для молодого поколения правильные жизненные установки.